Сегодня готовлю очень вкусный салат на зиму, без добавления уксуса. Такой салат я готовлю уже не первый год и сейчас поделюсь с вами своим рецептом. Друзья, всем привет! Это канал в гостях у Аннушки. И сегодня очень интересная заготовка на зиму. Готовится все, как всегда, очень просто, получается очень вкусно. Зимой, когда открываешь такую баночку салата, настроение сразу поднимается. Итак, начнем приготовление. 1 кг сладкого перца я помыла, почистила от семечек и теперь нарезаю кубиками. Одно время я перец резала соломкой. Салат выглядел, конечно же, красивее, но намного удобнее кушать салат, когда перец нарезан кубиками. Перец перекладываю в кастрюлю с толстым дном и в этой же кастрюле буду варить салат. 1 кг помидор тоже нарезаю кубиками. Помидоры помыла и удаляю сердцевину. Если есть время, помидоры можно обдать кипятком и снять с них кожицу. Также, друзья, помидоры я пробовала пропускать через мясорубку. Вкус салата от этого не меняется, поэтому выберите для себя самый удобный вариант. Нарезать помидоры кубиками или пропустить их через мясорубку. Также беру 200 г лука. Лук нарезаю соломкой и тоже отправляю в кастрюлю. 100 г чеснока нарезаю пластинками и также отправляю в кастрюлю. Если у вас очень чувствительная кожа, лучше оденьте перчатки, когда будете нарезать чеснок. Теперь в кастрюлю насыпаю 2 столовые ложки сахара. И 1,5 столовые ложки соли. Хорошо все перемешаю и добавляю полстакана растительного масла или 100 мл. Снова хорошо все перемешиваю и ставлю на огонь. Когда салат закипит, убавляю огонь до минимального и варю в течение 15-20 минут под закрытой крышкой. Пока овощи еще не сильно пустили сок, я аккуратно перемешиваю салат периодически. После того, как овощи хорошо пустили сок, я салат больше не мешаю. У меня прошло чуть больше 15 минут, примерно 18 минут. Я салат раскладываю по стерильным банкам. Наполняю банку до самого верха, накрываю горячей крышкой и сразу же закручиваю. Крышки я просто забрасываю в кипящую воду и выключаю плиту. Таким образом, они стерилизуются. Баночки обязательно нужно хорошо помыть. И после этого я их стерилизую над паром. Сколько по времени стерилизуются баночки, я напишу вам в описании. Также напишу вам, как стерилизовать банки в духовке. Может, кому-то будет интересно, заходите и читайте. Чистые баночки обязательно переношу на чистое полотенце. И после этого уже наполняю салатом. Как закрутила банки, обязательно их переворачиваю. Проверяю, хорошо ли закрутила крышку и накрываю одеялом. Нужно как можно дольше сохранить тепло в банках. После остывания я их убираю в кладовую. Важно, чтобы баночки были чистыми, крышки стерильными. В общем, все было чистенькое, стерильное. И тогда банки стоят без проблем. В сезон я делаю, конечно же, 5-6 порций. Потому что мы очень быстро съедаем этот салат. Он на самом деле очень-очень вкусный. Это готовая закуска. Также такой салат можно нагреть на сковородке, вбить несколько яиц. И очень вкусный, ароматный завтрак готов. Друзья, пробуйте, готовьте. Надеюсь, вы будете довольны такой заготовкой на зиму. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Всем пока!